Приветствую вас. Ну, конечно, чувствительность, которую вы чувствуете, ощущаете, к вещам, как вы говорите, может быть парадным причинам, вот, совершенно парадным причинам, то есть тут может быть и, условно говоря, характер, тут может быть, условно говоря, вопрос субъективности, то есть заинтересованность в, ну, заинтересованность в том или ином результате, да, когда человек заинтересован в том, чтобы, например, чего-то добиться или что-то получить для себя, допустим, вот. Ага, но интересно, что именно вы чувствительность указали исключительно только в сфере социальной. То есть чувствительность, как её понимаете вы, да, вот, чувствительность, как её понимаете вы. Лежит исключительно в плоскости социальных аспектов, то есть в плоскости, например, потребности в людях других, в плоскости сравнения себя, с другими людьми ниже, допустим, вот. То есть это исключительно такой вот социальный разрез того, к чему вы чувствительны. То есть это социальный разрез того, на что вы реагируете, а исключительно негативно, вот. И данный аспект, конечно же, ну не может быть, на мой взгляд, случайным, данный аспект не может быть чем-то, как это говорится, рандомным, вот. Вот. Данный аспект имеет место быть, скорее всего, в силу ряда причин. Что это значит? Это значит, что вы либо в себе не уверены, либо вы постоянно сравниваете себя с другими людьми, либо вы боитесь одиночества. Вот, вот, по сути, вся история причины, которых вы пытаетесь выяснить. То есть, вот они причины. Вот они причины, по которым вы являетесь столь чувствительным. Значит, ну, к этим вещам. Вот. Почему вы являетесь таким чувствительным к этим вещам? Это уже вопрос немножко другой. Почему вы являетесь таким чувствительным? По какой причине вы так чувствительны? Это уже другой вопрос. И я полагаю, что его рассматривать именно в контексте данной истории не исправильно. Понимаете? Понимаете? Но причины в этом исключительны. То есть, вот, что-то, что-то из этого является тем, что вас волнует, тем, что вас беспокоит, например. Тем, что вызывает у вас, ну, такие вот, скажем так, негативные чувства. Вот. Понимаете? И, на мой взгляд, работать нужно в первую очередь в этом направлении. Вот, в первую очередь. С уверенностью в себе, если угодно, да. С тем, на что вы нацелены, ну, то есть, вот, с тем, на что вы нацелены, куда вы нацелены. Вот. То есть, я имею ввиду, нацелены ли вы на, допустим, ага, значит, себя или нацелены ли вы на то, чтобы удовлетворять и реализовывать желания других людей. Вот. Это, безусловно, очень важный аспект. Вот. Который, ну, совершенно очевидно, да, нуждается в том, чтобы вы обратили на него свое внимание. Вот. Потому что сейчас, да, вот именно сейчас, на данный момент, вы ведете себя несколько несозначенно. Вот. Я вас, безусловно, не обвиняю, но просто говорю о том, что несознательность имеет место быть у вас. Вот. 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 Если вы, понимаете, конечно, о чем я говорю. Вот. Давайте, давайте мы с вами, с вами еще раз, сейчас посмотрим. Так. Значит, чувствительно отношусь ко всем вещам. Например, в социальной сети, если удалиться из друзей человек, с которым общался хорошо неделю, становится грустно. Чувство потерять чего-то важного. А чего важного? Как вы выстраиваете общение с людьми, по поводу чего? Если кто-то предстает общаться так же, так как раньше, а также странные чувства какие, давайте разберемся. Если кто-то добился большего, чем ты, тоже чувство непонятно даже почему. Ну, потому что вы сравняете себя с другими и чувствуете, как бы, себя хуже, если кто-то добивается больше. Это значит, что вы не раскрываете свои собственные чувства. Это значит, что вы сами, значит, не раскрываете себя. По факту. То есть, вы привыкли ориентироваться на других, а не на себя. Знаете, какая история. Ну, вот работа с вашими чувствами, с повышением уверенности в себе, возможно, с раскрытием вашего потенциала. И рекомендуется, в первую очередь, вашим, вот, вам, ну, я бы рекомендовал, по крайней мере. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали. 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 Поехали.